Самую большую партию машин в истории передали южноуральским полицейским. Новенькие «Шкода-Октавия» доставили на Южный Урал автовозами. Каждый стоит почти 2 миллиона рублей. Сколько автомобилей пополнили парк правоохранителей и чем укомплектованы новинки, знает Егор Хвисюк. Партия транспорта, которая пополнила резервы Челябинского гарнизона, стала самой большой в истории. Это 132 автомобиля марки «Шкода» и 17 автомобилей марки «Газель». Несмотря на то, что это зарубежное название «Шкода», собиралось оно на заводе в Калуге и было доставлено сюда, в Челябинск. Уже здесь на автомобиле нанесли опознавательные знаки Челябинского гарнизона. Я отмечу, что автомобили сразу же были оснащены всем необходимым. Это рации, видеорегистраторы, система климат-контроля. И, как замечают сотрудники, работать, конечно, на таких одно удовольствие. Мы распределили, таким образом, 80 новых автомобилей поступят в городской полк дорожно-патрульной службы для работы на улицах города, на патрульных маршрутах и участках несения службы ДПС. И 52 «Шкоды» придет в областной полк. Подобное масштабное обновление, конечно же, проводится в рамках грядущих саммитов ШОС и БРИКС, которые будут проводиться в Челябинске. Я отмечу, что большинство автомобилей докомплектуют необходимый челябинскому гарнизону состав. Другие же заменят устаревшие автомобили. И устаревшие автомобили также делятся на три типа. Один из них будет полностью списан. Другие, которые имеют срок службы менее двух лет, отправятся в муниципалитет и будут служить уже там. Ну и самым, скажем так, успешным гарнизоном они полностью получат обновление новыми «Шкодами». Ни одно общественно значимое мероприятие в городе не проходит без охраны общественного порядка. Вы ежедневно несете опасную и сложную службу. Я благодарю вас за такой труд. Долго застаиваться на месте и пылиться в гаражах автомобили не будут. И, можно сказать, отправятся сразу в бой. Уже сегодня они, во-первых, прошлись торжественным парадом по площади революции. Ну а вечером им предстоит уже первая операция. Традиционная операция «Ночь» будет проводиться в городе. Будут отлавливать пьяных водителей, проводить профилактические мероприятия, связанные с этим. И в качестве ключевого района в этот раз выбран Ленинский. Именно туда будут брошены основные силы. Егор Хвистюк, Евгений Чекалов, ОТВ.